Мы продолжаем наблюдать утренний экспресс, радоваться и просыпаться. И для того, чтобы наверняка проснуться, предлагаем сделать небольшую зарядочку, несколько упражнений с профессионалами. Итак, объявляется набор в секцию спортивной гимнастики спортивного комплекса «Юность». У нас в гостях тренер по спортивной гимнастике Иван Иванов. Здравствуйте. Доброе утро. И два воспитанника Матвей и Кирилл. Здравствуйте. Привет. Доброе утро. Да, давайте мы сперва начнем, я думаю, что с разминки, а после пообщаемся. Давайте. Давайте, мы будем за вами повторять. Давай, Матвей, шпагат. Вы решили с легкого, да? Да, с самого простого. Это наша разминка. Мы же хотели повторять. Спичак. Спичак. Ну, это же элементарно. Если приглядеться, то я повторял за тренером. Я просто стоял и ждал, когда сделает ребенок. А меня просто не показывали, когда я сделал то же самое. Ну и теперь остался Кирилл. Кирилл. Что вы сможете нам показать? Во-вне высокий угол. Высокий угол. Так. Я, может, смогу, давай. Вы уверены? Конечно. Это же проще простого. И опускание. Подождите секундочку. Так. И во-вне обычно. У меня нет слов. Здесь ничего не добавить. Давайте сам мы начнем. Давайте. Я сел. Сели. Ноги брось. Так. Руки на опору. Так. Перед собой. Перед собой. Перед собой. Это уже сложнее. Вы понимаете? Все. Закончилось упражнение. Семен, разрешите, я вам руку подам. Спасибо. Вернитесь. Так. Подождите. Чтобы попасть в школу и начать заниматься, я должен обладать уже какими-то навыками, получается. А то я же как бревну. Для общего развития, для своих развития физических качеств, вы можете в любое время, в любом возрасте заняться спортивной гимнастикой. Для показателей, такие, какие продемонстрировали ребята, нужно заниматься гимнастикой в возрасте 4-5 лет. А раньше смысла нет идти? Есть и раньше смысл. У нас сейчас практикуется такая гимнастика. Растем вместе, где занимаются родители и дети с возраста у детей от 1 до 3 лет. А, я видел это, когда ребеночек цепляется за турник, например, и его приподнимает папа, либо мама, и создается ощущение, как будто бы он подтягивается, нагрузка меньше. Да, они занимаются вместе, плюс родители на личном примере могут демонстрировать своему сыну, как они занимаются, чтобы мотивировать его дальше. Это повезло, если родители могут. Да, если родители могут. То есть, получается, не обязательно ставить перед собой цель какие-то олимпиады, какие-то прям крутые очень победы. Можно просто прийти и вот из нас двух деревяшек сделать что-то, ну, более-менее гибкое. Да, из практики известно, что приходят взрослые люди и на протяжении года, двух занимаются и достигают каких-то определенных результатов. Например, стоят на руках, делают равновесие, садятся на шпагат. При проблемах со здоровьем, кому стоит пойти? Вот про плавание говорят, всем стоит пойти. И, ну, всегда поможет. Здесь кто должен пойти? У кого спина болит? У кого на мир под другим углом смотрит? Гимнастика такой вид спорта, что он разрешен всем. Даже в Древней Греции и в Древнем Китае люди занимались гимнастикой. Это входило в обязательное физическое развитие каждого человека. Поэтому гимнастику рекомендуют всем детям в любом возрасте с любыми, скажем, такими легкими заболеваниями, физическими отклонениями для восстановления иммунной системы и функциональности всего организма. Когда встал вопрос, отдавать меня в гимнастику или нет, папа сказал, да что ему там делать, и поэтому меня отправили в музыкальную школу. Давайте теперь расскажем всем родителям, что же приобретают дети, если их отдать в гимнастику. Четыре качества основных физических, координационные данные, силовые, выносливость и гибкость. После этих четырех функционалов можно пойти в любой вид спорта. Из практики известно, что дети занимаются у нас до 6-7 лет на платной основе, в платных группах. И после этого с успехом попадают в любую секцию на бюджетной основе. Как раз об этом бы и хотелось поговорить и добавить, Илья, что вас родители отдали на вокал, потому что там не нужно тратиться на гитару. Или на спортивный костюм. Гимнастика считается затратным видом спорта или нет? Нет, самым экономным, потому что кроме формы и нескольких накладок, скажем, с магнезией, больше ничего не нужно. Гимнастикой можно заниматься как и на улице, так и в зале. Сколько проходит по времени занятия? На платной основе приходят дети в возрасте от 5 до 6 лет. У нас занятия длятся 45 минут 2 раза в неделю. Ребята занимаются уже на бюджете, идут на результат, готовятся к соревнованиям. У нас занятия 6 раз в неделю по 2 часа минимум. А про гимнастику, если разговаривать, вот на брусьях, это же тоже та же гимнастика? Да, 6 снарядов в мужском виде. И с самого детства, с 4 лет, ребята допускаются? Да, мы практикуем именно в спортивной гимнастике, именно в комплексе юность. У нас 6 снарядов, на которых выступают взрослые ребята. И дети с малых лет занимаются на этих снарядах. Ну, я теперь хочу пообщаться немножко и с ребятами. Кирилл, скажи, пожалуйста, ну ты сейчас в школе на физкультуре всех же показываешь мастер-класс? Ну, да. Ну, да, это что? Ты показываешь, как нужно правильно подтягиваться, даже физруку? Да. Хвастаешься, делаешь, типа, а можешь за мной повторить, и вот. Да, да. Ты мой угол. Отлично. Матвей, растяжка. У тебя есть в классе, кто из девчонок занимается танцами? Есть. Вы меряетесь растяжками? Нет. То есть ты не приходишь, не берешь ногу в правую руку и задираешь вверх в потолок? Матвей, покажи, пожалуйста, как ты это делаешь. Очень, очень. Вот поэтому... Это круто. Вам вообще нравится заниматься? Либо вас родители заставляют, сказали, типа, нравится, да? Ну, это классно, ребят. Мы вам желаем успехов, развития, чтобы вы поехали на Олимпиаду, не знаю, там, получили медали золотые, привезли их сюда, рассказали нам в студии об этом. И как минимум, чтобы у вас эта растяжка оставалась на долгие времена. Вот у нас с Семеном были такие времена, когда мы могли спокойненько это сделать. Сейчас вот, все, максимум. Ну, а зато сейчас мы уже читаем книги. Да, да, да. Читаем книги. Иван, спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Оставайтесь пока вместе с нами. За ваши труды, которые вы делаете, за то, что вы здоровое поколение выращиваете, спорт прививаете, дисциплину. Ну, и, ребят, вам спасибо огромное за то, что проснулись. До победы, до новых встреч. Окей? Договорились. Скажи мне, пожалуйста, на что похожа буква Ж? Буква Ж похожа на жука. На жука. А вот для Карла Профера буква Ж, она была похожа на бабочку. И поэтому он начал изучать русский язык. Без купюр. Это то самое произведение, та самая книга, которую мы вам предлагаем прямо сейчас немножечко посмотреть, может быть, полюбить и приобрести, начать читать.